друзья всем привет вы на канале катя с вами я сейчас еду к бабушке мая я не сделала фотографии кухни в дневном свете и хочу запечатлеть и ну и поговорить с бабушкой май какие у нее планы на будущее будут ли они делать ремонт будет ли она как-то влиять на сына чтобы он начал меняться кормить ее до везет ее в больницу и что-то будут ли они делать ремонт хочу с ней еще раз поговорить вот и я решила все-таки убраться в зале до конца потому что мы убрали только часть остальная часть но там грязные все мешает бабушке с ходунками очень сложно ходить вот хочу ей до конца еще вот это убрать чтобы моя душа была спокойна поэтому обязательно посмотрите выпуск до конца если вы не были подписаны обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик чтобы не пропустить следующие выпуски ну и конечно же подпишитесь на меня во всех соцсетях чтобы мы с вами не потерялись в любом случае даже если удалят youtube канал ищите меня в разных соцсетях катя с вами и вы меня найдете ну что пошли к бабушке бабушка здрасте у вас ведра какие-то стоят да вот они а это я вчера много мыла а вынес и не вынесло тяжело мне а вот все чистенько у вас да здесь ну я сижу балдею балдеете да она приходила ко мне тут женщина наша она говорит ты теперь уже не выхожу да я же нет теперь уже не выхожу да нет я же мне очень хорошо нравится здесь я подела молочка вот так что таблеточки выпила глядела все в окно какая-то машина красная подъехал я я подъехала только что не на показала не на посмотри мне 5 что подарила на штаны на день на день она она ой я тебе ведь давно говорила давай к нам купить а я говорю на туда в это выброс а я говорю у меня что-то все не решалось ну а где мне у них на улице бабушка я тебе купила подарок иди-ка я тебе преподнесу я даже не могла подумать об этом подарке ну как тащит и говорит нате-ка я вам вот что купила да я же спасибо ноги мне купили как ноги ваши а вот видишь какие дутые прям пальцы не могу согнуть надутые и руки вызывали врача нет а врача не вызывали нет я сейчас не хочу я хоть чуть-чуть там зале приберу туда вызову откуда такая страсть так ну что я приехала сейчас давайте наверно подклеить то что от обещал вот эти кусочки дачу шестра фирме ну бывает муж клей мало нанесла не знаю я говорю угол там что накидали сейчас я вам что разберу его а то чтобы с ходунками проходили у сына просила вчера долг дай мне две тысячи потому что белорусы от субботы открыли свою яблоку а зачем вы у него в долг брали если вы им пенсию отдаете ну он мне не дал говорит ладно я подумаю а что ты можешь думать дать или не дать мне ничего не ответила денег не дам ну а мне деньги я да может ну я приеду и съездим ты же одна не пойдешь и я говорю я надо переходить не буду у меня есть спутник вот окно а пенсию то вы им же отдаете как они не могут вам дать я его пенсию не отдаю он приходит цены хватает он тут у нас вот пришел это когда было феврале но я только получила деньги еще их и не успела убрать мне надо 16 тысяч я вернусь что тебе надо 16 а я тебе что он взял вот так прям взял вот так давай считать отчитал 16 назад положил что были лишние и ушел я тебе завтра провезу ну а остальное у вас остается а остальные деньги у вас остаются вы их куда девайте не ну как остальные до квартиру надо заплатить такое говорили что он платит а я нет феврале он еще не платил хотя нет хотя уже из-за февраль не оплачено придет давай я заплачу все заберет а мне платила мира тут и все у нас было очень хорошо а вот ты кому-то доверяешь я не никому-то доверяю я доверяю человеку порядочному вот я его взял ну и я надеялась что все заплачено а за следующий месяц марте пришли квитанции а там все плюсы а зачем вы ему тогда даете скажите не бери деньги мне ж надо на что-то живет я ему и не даю еще в апреле ты не получала я ему не потому что вот смотрите вы сидите у вас денег нету вы голодаете он не приезжает что он вам вчера привез две бутылки молока дам contro힘и и заливаете такой кусочек у вас это над Thirty with me неделю Вот вы представляете но а вы говорите я ехать б này придаст за всю медик ваша ноги все хуже и хуже ты даже просто по ногам вижу по ногам вижу что ноги хуже стали но а в это Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 она была не такая. Вот, я с вами прощаюсь. Вот, приеду к вам через полгода. Ой, да ты что? Да, посмотрю, как вы изменились. Полгода у меня может и не быть. Ну, я надеюсь. Ты всегда мне позванивай. Когда будет какая-то минуточка свободная, заезжай. Ну, если будет, да, я как бы не прям обещаю, хорошо? Ну, вот, если получится. Вот, наслаждайтесь кухней. Всё. Я была очень рада с вами познакомиться. И я была очень рада. Вот, помогла, как смогла. Вот. Слушай, мне тяжело. Я встаю утром и всегда жду, думаю, сейчас посмотрит и приедет. Бабушка, ну не плачь. Ой, как, это тяжело, да? Я ведь совершенно одинока. Понимаете, что и я не могу. Это вот, ну... я понимаю тебя, ты же должна жить, работать, молодая ещё. Ой. Ну так хоть позвони вот так, бабушка, как ты жива там. Ладно, хорошо, хорошо. Вы на ходунке, если что, опирайтесь. Съесть. Каждая частичка тут напоминает о тебе. Давай мне расскажем. Ой, ходила бы я, хоть на улицу бы вышла, с кем-то поболтала. Да вот, нужно. Даже обуться не во что. Вот как я живу плохо. Да вот. И сын не разрешает. Всё-таки жду звонки твои ежедневно. Катя, я тебя очень-очень люблю. Очень приятно, бабушка. Спасибо. Вот так у нас заканчивается этот выпуск. Я у бабушки Майи убралась до конца в зале. Теперь ей просторно будет ходить по залу, ничего не будет мешать. Я съездила, всё-таки сфотографировала кухню в дневном свете и поговорила с бабушкой Майей. Она будет активно влиять на своего сына. Я надеюсь, что у них получится. Хотя бы пусть он приезжает, кормит её почаще и отвезёт её к врачу. Потому что, действительно, я переживаю за неё, но, к сожалению, я ничего не могу сделать. Вот. Жалко, конечно. Она расплакалась, она привыкла ко мне, и мы могли бы сделать больше для неё. Но, к сожалению, на этом у нас заканчивается этот проект. Сын запретил бабушке что-либо снимать. То есть, и он не помогает, и другим не вдаёт. Вот как-то так. Жалко. Её прям жалко бабушке. Мы могли бы и со здоровьем её помочь, потому что медцентр, здоровый город, тоже хотели присоединиться и помочь бабушке Майе. Но, увы. Я надеюсь, что у бабушки Майи всё изменится. И изменится в лучшую сторону. Что она всё-таки повлияет на сына, и он будет действительно приезжать к ней чаще. Но посмотрим. Я сказала бабушке Майе, что я приеду через полгода и посмотрю, как у них вообще что-то изменилось. Изменилось ли вообще. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто мне помогал. Хочу огромное сказать спасибо Кате. Кате, ты мне помогла поклеить обои, убраться в коридоре, в зале. Мы с тобой всё покрасили, поклеили. Прям вот тебе, прям вот сердечко. Миша, спасибо огромное моему ассистенту. Он тоже помогал там с этим линолеуму, Константину, слесарю. Он тоже участвовал во всём. И, конечно же, Ивану, который помог с кухонным гарнитуром. Ваня, тебе просто отдельное огромное спасибо. Ну, всё. Пора, наверное, прощаться с этим проектом. Я рада, что вы мне все помогали, поддерживали. Давайте не будем судить строго бабушку Майю. Вот. Это сын. И она тоже не хочет его терять. Хотя, хочет ли он что-то для бабушки? Этот вопрос остаётся открытым. Ну, а с вами была Катя. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы вы не пропустили мои следующие выпуски. Подпишитесь на меня во все соцсети, чтобы не потерять. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну, и напишите комментарии в целом, как вам вообще вот эта вся история про бабушку Майю и концовка. Ну, а с вами была Катя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok